Мы с вами прекрасно знаем и понимаем, что вопрос Веновской рощи политизирован, очень сильно политизирован. Нам бы не хотелось врезаться в политику, потому что это не наше дело, это не наша задача. Наша задача – это узнать ход работы, помехи и чем мы можем помочь. Поэтому слово предоставляю подрядчикам по Веновской рощи, кто будет докладывать. Добрый день, Олег Михайлович, уважаемые коллеги, Владимир Владимирович Смолин, представитель субподрядчика компании «Единство инвест». По текущему состоянию дел. Значит, начну с того, что в настоящий момент общий процент выполнения работ по ликвидации нефтеразвивов на Веновской рощи составляет 52%. В настоящий момент завершены работы по подготовке территории северно-южных групп. Вводы понижения на северную группу завершены на 60%. Южную группу мы приступаем на следующей неделе. Работы по водопонижению. Касаемо ликвидации вреда на участках северно-южных групп, в соответствии с планом работы произведены на 40%. В настоящий момент мы проводим работы по коптированию родников на втором участке северной группы. На 80% работы завершены. В настоящий момент приступили к каптажу восьмого родника на втором участке. В параллели мы переходим как на участок южной группы, так и на первый участок северной группы. На следующей неделе. То есть мы ставим дополнительно персонал. У нас получается доводим персонал до 20 человек с механизаторами. То есть рабочий персонал 15 и соответственно с машинистами у нас будет 20 человек. Три подбригады. Это люди будут работать как на водоеме, так и на южной группе, так и на северной группе. На северной группе по видам работ у нас идет установка локальных очистных сооружений. Как на фотографии мы можем посмотреть, если включат. Работы по установке северной группы локальных очистных завершены 90%. Давайте фотографию откроем. Без массового ловителя у вас будет, да? Да. И на южной группе мы начали подготовительные работы по выемке. То есть подготовка основания площадки под установку локальных очистных. Весь необходимый материал у нас закуплен. То есть это тренажные трубы Корсис, гидроматы, маты АСЛ. Которые необходимы для устройства Русел и ПОИМ соответственно. Касаемо водоема и второго участка северной группы. Как мы знаем, эти два участка были самыми проблемными в плане загрязнения. То есть основной источник загрязнения был именно там, на этих участках. В настоящий момент мы вывезли объем загрязненного грунта в количестве 14 тысяч тонн. Из 22 тысяч запланированных. Соответственно работы пока проведены по вывозу. Сейчас мы не вывозим в настоящий момент. Сейчас мы продолжим работы по картированию родников. Так, касаемо привлекаемого персонала. Здесь у нас получается следующая ситуация. Выводим со следующей недели вторую смену с понедельника. А вторая смена у нас укомплектована на 70%. То есть у нас задача сейчас построить работу так, что первую смену у нас работает 20 человек. И вторую смену также 20 человек. Смены у нас будут идти с 8 до 5. Первая смена. И с 5 до 2 ночи вторая смена. Почему мы не проводим работы глубокой ночью? Было решение, потому что нецелесообразно в свете, что эта работа будет неэффективно проводиться. Мы привлечем лучше больше людей, дополнительный персонал. И расставим на все три участка. То есть водоем, северная группа, дружная группа по максимальное количество человек. Но в тебе не будут друг другу? Нет, не будут. 20 человек это как бы самый оптимальный вариант. Касаемо второй бригады. Сейчас у нас формируется второй состав машинистов. Первая смена у нас укомплектована на 100%. Как бы будем доводить в полный комплект, в комплектности и выводить на работу. У вторую смену. Так, у меня вопрос один. Успеете выполнить срок? Да. То есть у нас сейчас основная задача. То есть мы знаем сроки. Каждый этап расписан у нас по срокам. И то, что у нас стоит дата 15 ноября, мы прекрасно об этом знаем. И делаем все возможное со стороны субподрядчика, чтобы выполнить работу в срок. То есть и с компенсационной посадкой, и со всеми делами, с деревьями. Матами вы этот самый озеро выложите. Воду вы куда, когда будете туда запускать? Так, воду мы будем запускать. Сейчас у нас задача основная, свести все родники, запустить в очистные. То есть как только мы, соответственно, выведем поток воды в очистные, мы будем уже купировать основной источник загрязнения. Я планирую, что это будет происходить с четвертой недели октября. Девушка, коллеги, вы все, наверное, прекрасно знаете, да, но я смею себе сказать, что данная работа выполняется в плане защиты реки Волга. То есть у нас основное это недопущение загрязнения Волги. Поэтому родники собираются в каптаж, проходят через очистные сооружения и сбрасываются в рыбохозяйственный водоем, уже очищенный. То есть по ГОСТу рыбохозяйственных водоемов. То есть вода будет соответствовать. А что это там за история, что вскрылась еще какие-то территории с тоже откуда нефтепродукты пошли? Вы в курсе? История была, да. Вот вы выполняете, извини, я переливаю, Владимир Владимирович. Вы выполняете в рамках проекта, прошедшего экологическую и строительную всех экспертиз. То есть вот, и вдруг образуется, что не весь участок нефтезагрязнения захвачен. Ну что за история? Вот чтобы мы знали, откуда все это пошло. Выявили мы это все дело в ходе работы. В ходе работы. А как бы приведение ПЕИ, приведение мониторинга. Потому что это наши обязательства по контракту. То есть мы вводили такие вещи. Соответственно, были выявлены визуально сначала пересохшие ручьи, но с явно выявлены загрязнением дома изложений. То есть были взяты пробы нашими силами. Приведен анализ, который подтвердил, что и дольное отложение и грунт, не входящие уже, ну, так сказать, в рамках проекта, который мы сейчас осуществляем, как бы есть дополнительные загрязнения. Мы об этом введомили так и в области и заказчиках, так и в Министерство природных ресурсов. Соответственно, мы должны были... Нет, но никто вас не обвиняет в том, что мы выявили. Молодцы, выявили, молодцы. Постояние на сегодняшний день, то есть все органы уведомлены, ждем. А как вы считаете, площадь вот этого нефтесбора, так сказать, выполненного уже, ну, то есть, которое вошло в проект, и которое ново выявлено, они соответствуют по площади? По площади? По площади. Я сейчас не могу контролировать. То есть, типа изысканий вы еще пока там... Нет, не проводили. Ну, вы будете проводить изыскания или вы только мониторили? Не убьет, не убьет, соответственно. Ну, я так понял, что полный объем экологических изысканий вы проводить там не обязаны. Вы только смотрите на нефтепродукты, сколько они там, где и как они распространяются. То есть, у нас вот в этом случае проблема вот в чем? В том, что мы причину знаем, а сам источник, вот сама локализация этого источника, она до сих пор не выявлена. И как мне сказали, ну, геологи, с ними тоже общаемся, они говорят, что очень много нефтепродуктов сейчас находится под жилыми домами, которые, ну, действующими жилыми домами. Поэтому что-то выявить. Ну, а реку Волгу мы должны спасти. И вторая очередь, наверное, второй проект, наверное, все-таки будет, наверное, когда-то разработан, когда-то тоже реализован. Так, что сейчас мешает выполнению работы? Нехватка людей, нехватка техники. Значит, какие-то воздействия со стороны, отсутствие денег, ну, как обычно. Отклонения какие-то, да. Да, вот нет, отклонения от проекта невозможно, потому что они прошли экспертизу. Да, экспертиза пройдена была намного позже, да, чем намечалось. То есть в марте месяце буквально мы получили положительное решение. Соответственно, сейчас... Это по плану ликвидации? Да. По плану ликвидации экспертизу прошли уже давно. По плану ликвидации, да. Ну, в настоящий момент, как бы, у нас, нам ничего не препятствует завершение работ в сроке, которые установлены у нас в прописанном договоре. Мы сейчас нарастили объем, то есть объем работ, соответственно, должны уложиться точно в срок. Так, есть смысл смотреть ваши слайды? Может, посмотрим? Нет, это мы для... ну, можно посмотреть, это мы для ознакомления, так скажем. А вот эти разговоры, что вы плиты там наложили, дороги сделали, коттеджи там строят, собираетесь... Нет, дорога-то же есть. Дорога временная. А дорога временная, да, она будет сбираться. Вот, я что хочу еще? Ну, вот посмотрим. Вот Светлана Вячеславовна занималась, как у нас, как... Ученая часть нашего совета, она занималась вопросом выживания растений, деревьев, при загрязнении грунта нефтепродуктами. Вот, в прошлый раз мы когда были, там нам приносили образцы, там понюхать. Очень сильно они пахли нефтепродуктами, и там происходит парафинизация почвы и отходы. Это главное слово. Дару слов вам. А по-моему, все остальные вопросы. Ну, что касается вот улавливателей, понятно, что вот жидкие нефтепродукты, они будут улавливаться со временем, и через проходить через очистные сооружения, а то, что парафинизация вот всего грунта, она, собственно, никуда не денется. И, я думаю, и теми средствами, которые вы сейчас используете, она никуда не денется. Смешно, каким способом? Ну, я имею в виду, что вот улавители, которые есть, они будут уничтожить продукты, будут промываться грунтовыми водами, да, и выходить, проходить через очистные сооружения. А то, что Виновская роща, как таковая, еще требует дополнительных мероприятий, чтобы спасти ее, как ООБТ, это однозначно, что нужен новый проект, который будет подразумевать именно охрану тех уникальных деревьев, которые есть на территории данного ООБТ. То есть вот деревья, которые находятся в парафинизии, а у нас тут есть кандидат лесных наук, наверное, скажет нам, биологических наук, ну, лесных наук, наверное, расскажет, могут ли деревья ожить потом, если они полностью находятся корнями в парафинированном грунте. Вот вообще, какая их судьба? Теоретически? Теоретически, конечно, любое воздействие, отрицательно, оно и влияет, особенно на корневую систему, основную систему питания, рост и облития, тем более какой возраст деревьев, там все зависит от возраста. То есть уже призывающий возраст, но это ведет к унитению, естественно. Даже если и молодниковый возраст, то такая же картина – это, естественно, задоможенность роста. Внешне может это влиять на развитие листовой пластины, на сухой деревьев, на сожжение, на подхвале и так далее. Это полностью влияет на рост и развитие деревьев и пустарниковой растительности на данной территории. То есть не нарушается и водный, и газовый обмен. А без водного и газового обмен ни одно растение выжитку в состоянии. Мы за то, мы общественники, за то, чтобы как можно больше деревьев сохранить. Но что ждет деревьев, которые сейчас останутся? Мы совершенно против того, чтобы бездумно вырубать рощу. Но вообще, какие прогнозы у вас, зная ситуацию не понаслышке, дальше будут вот эти отмирания деревьев в пути или нет? Древесно-кустарниковой флоры, как вы любите говорить, ученые. В любом случае, это зависит еще и от текущих факторов, от текущих воздействий. Например, если, например, усугубится ситуация тем, что, например, будет сильный мороз или сильная засуха, это усугубит саму ситуацию в разрастании данных деревьев на данной территории. Это может впоследствии, конечно же, приобрести и как мир ранее этих деревьев. То есть парафин образовывался, вот эта парафинизация, она образовывалась не моментально, когда вот эти потоки пошли. Оно с годами образовывалось. И сейчас оно, видимо, уже дошло до того апогея, когда деревья могут быть повреждены. А вот нельзя ли нам просто, вот просят снести дерево, деревья, да? Вот вы просите снести, вам оно не мешает. Вам отказывает министерство, отказывает администрация. А нельзя ли прямо просто взять у ствола вот этого дерева, взять вот просто вот пробу каким-то маленьким буром и посмотреть, а есть ли там парафинизация из степени? Илья Михайлович, там не надо никакого проба брать, там всё визуально видно. Когда подходишь к делу, там прямо вот я сама лично была на том месте, видела, что кора начинает растрескиваться, раскрывается. И весь вот этот луп и вся дрессина, она просто высыпается, как песок из коры. Поэтому, когда их там срезать, делать не надо, там это так визуально всё видно. Ясно. Есть погибшие деревья. Есть погибшие деревья, и там их видно. Но погибшие деревья вам разрешили сносить? Да. Роман Евгеньевич, ваше слово. А не погибшие? Чему, по деревьям? Ну, по всему. Ну, субпоподрядчик уже, представитель субпоподрядчику сказал, что работ такие не выполняют, такие не ведутся. Соответственно, сюрпризом для нас было появление новых там 17 источников, которых зимой и по весне их не было видно. Вот подтверждает и я, подтверждает и там прораб, который там работал, то есть начинали они, когда зимой не было их. Вот, соответственно, они вывели, произошли, провели свои, скажем так, небольшие изыскания, подтвердили их наличие, подтвердили загрязнение почвы и донных отложений, потому что там тоже имеется загрязнение с продуктами, лабораторными анализами. С этими мероприятиями, значит, у нас представители правительства поехали в Министерство природных и СССР, где, потому что, если мы рассматриваем проект, самое главное, это показатели. А показатели у нас это сброс в реку Волгу, который должен быть соответствовать ГОСТу, в соответствии с Анпидом. И снова выявлено, то есть, получится так, что проекты должны быть закаптированы, все родники, а вновь выявлены, не будут закаптированы, не будут заведены вычисленные сооружения. Соответственно, они пойдут по верху и загрязнение чущества попадут в Волгу. Соответственно, решение, пока приблизительно субподрядчикам было принято, как они это сделали, ну, соответственно, они должны сейчас будут произвести, внесение изменений в проект. Подожди, внесение изменений или разработка нового проекта? Нет, внесение изменений здесь тогда, здесь тогда... С прохождением всех экспертиз опять, да? Дополнительных, да. Здесь, потому что здесь есть возможность, как бы, мы разговаривали в Минприроде, то есть, продление контракта действующего. То есть, если разработка нового проекта, то есть, опять же, те же процедуры прохождения... Ну, понятно, понятно. Но действующий контракт остается в этих сроках. И заключается новый контракт. Как в этих сроках? Они разу успеют, еще 17... Я говорю о том, что продление контракта уже невозможно было. Если новый проект будет разорваться, то есть, здесь необходимо только не сильно... Ну, это уже эти, технические вопросы... Да, 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 по документам, да. Вот. То, что касаемо, значит, по деревьям, значит, там комиссия пошла. Было заявлено, по-моему, 100... То есть, я есть, по-моему. Однако, город там выйдет только 40 аварийных, соответственно, по обочине были отдали на 40 аварийных. По обочине, то есть, в этом проблематике у нас точно нет. 17... нет, 17... По обочине выйдет на 40 аварийных деревьев. 17, это Альхар. Там, когда... То есть, там различный был по обочине состав, общее количество 40, которые были признаны комиссией, были аварийными и опасными для жизни, здоровья. Ну, человек, который там охота, который может ухать, соответственно, они будут подлежать сносу. Да, также проектом предусмотрен биологический этап в этом проекте. То есть, это, соответственно, высадка деревьев и травяного покрова. Вот. То есть, это к тому, что будет ли восстановление. Да, будет восстановление это. И, кроме того, то, что... Ну, это не оспарим, что будет восстановление. Да, первый, который... А травяный покров когда? До 15-го? Ну, здесь ситуация какая самая числана? Они, то есть, они должны высадить, и, соответственно, у них есть гарантийное обязательство. То есть, поместим, как раз. Значит, что-то это замерзло? Ну, товарищи, давайте включим здравый смысл. Он, прежде всего, должен работать у нас. Какой смысл для того, чтобы просто выполнить по снегу, по льду, раскидать семена травы? Ну, давайте, может, мы, как ученые сообщества, ну, обратимся, куда нам скажут. И скажем, ребята, ну, смысла нет вот выбрасывать эти семена просто для того, чтобы подписать эти каецки, бумажки и прочее. Может быть, действительно их в апреле посадить. Ну, это же дурь взять по снегу и посадить семена. Я с вами полностью согласен, но ситуация в том, что, как бы, это не первый случай в Российской Федерации в рамках данного проекта и в рамках проекта «Чистая страна». Да, потому что они идут в параллель, но сами работы, они одинаковы, по сути. И во всех есть обязательно биологический этап, где идет высадка деревьев. Да никто против него есть. Подождите, не прибавьте, я, пожалуйста. Соответственно, если есть контракт заключен, то высадка обязательно. По этому контракту. Я понимаю, что здравый смысл здесь не будет. А если он до 15 декабря у него? А все контракты до 15 декабря. Вот в этом проблема России. Прием работ не осуществляется без этого этапа. Нет, деревья-то они могут сажать. Им же не обязательно деревья сажать в том месте, в каком они выкопали. Нет, ну, по проекту, который у нас есть, они где-то не... У вас же не обозначено, в каком месте вам нужно... Не касаемо какой-то порубочного билета, а там где у них дорогу, там это время... Ну, а сейчас можно уже высаживать деревья или нет? Там дорога сейчас. Там, где вы плит снимете, вот там будет... Ну, чё ж, чё я вам скажу? Ну, примерно так вот. Это, это... Имеем то, что имеем, как говорили мои коллеги. Вот, имеем то, что имеем. Надо, значит, по снегу все пойдем и как эти... Ну, пока еще снега нет. Ну, будут. Плюс 20. Под зимой. К 15 декабря... Ноября или декабря? В ноября снег пойдет. На мой день рождения всегда идет снег, поэтому он пойдет обязательно. Рим Шамин, вам слово. Скажите что-нибудь. Все-таки тут много было ссылок на санпины, на санитарные нормы. Наверное, какое-то у вас мнение есть. Вы же все-таки у нас и наблюдаете за водным бассейном и прочим, прочим, прочим. Просто пару слов, мне не надо докладывать больше. Пояснить по поводу... По поводу... По поводу того, какие сбросы должны быть после очистки. Ну, они должны соответствовать нормам санитарных правил. Это, в общем-то, как бы прописные истины. А вот, Рим Шамин, а то, что вот у нас родник сахарный, там еще родники, они используются для путевого водоснабжения. Вы как-то сейчас берете пробы, или это у нас центр гигиены отбирает, или они отбирают они по вашему заданию? Ну, безусловно, у нас есть мониторинговые точки, по которым происходит отбор проб, но и сами работодатели производят производственный контроль и следят. Это, безусловно, да, и мониторирование, так называемое мониторирование, как воздушной среды, так и, да, поверхностных и подземных источников. Ну, и сейчас результаты какие-то... По поводу отклонений? Ну, я понимаю, что у вас нет сейчас цифры, я вас пытать не буду, потому что я знаю, что придумывать тоже это не придумаешь, поэтому... Такие данные, они, безусловно, есть, они в государственном годовом докладе обязательно у нас озвучены по всем регионам, в разрезе всех муниципальных образований, в разрезе всех поселений, и, в общем-то, на нашем официальном сайте можно ознакомиться. Но, к сожалению, на данную секунду озвучить не могу. По поводу отклонений, если мы говорим об отклонениях. Хорошо, спасибо большое. Андрей Анастасович, как стрользаказчик, как заказчик этого проекта, что сможете сказать? Вы верите в выполнение стрользаказчика? Выполнение верю, но я вижу преграды, так сказать, технического характера. Сейчас вот уже... Ну, не сейчас это возникло. Здесь очень нужно, как говорится, авторский надзор. А что говорят? По закону, на объектах рекультивации и ликвидации авторский надзор не предусмотрен. Как ни печально. Потому что сейчас вносить изменения в проектно-сметную документацию касаемо или там комплексы разбивать, или схема, допустим, будет меняться, мы можем, не можем сами. У нас с разработчиками проектов нет никаких официальных отношений. Как вот с ними нам, чтобы они... А гарантийный срок уже закончился на проект? Или такого не было? Такого не было. То есть, подписали, все, до свидания. Деньги заплатили. Проект есть, вот должны соблюдать. А, допустим, изменения, которые не касаемо, допустим, даже увеличения стоимости работ, а именно вот по схемам, там, коптирования родников, там, по таким-то точкам, там же потом проверять будут все, координаты все, а немного, скажем, координаты будут смещены. Как вот это вот внести? Ну, вы с Борисом Васильевичем-то в контакте, с главным разработчиком, который проект делал, в изыскании проекта. У меня с ними вообще никаких контактов. Ну, значит, надо вас познакомить с ними. Вот мы общественники, мы с ним знакомы. А вы, строй, вы-то с ним знакомы, наверное? Ребят? Ребят? Ну, мать. Он делал на оба объекта же, проекты, изыскания и проекты. Ну, проекты, мягко сказать, сырые. Так, давайте не будем критиковать, а то это вызовет... Сейчас у нас идет трансляция, нам хватит наездов на эти проекты. Давайте, про проекты тема ушла. У нас сейчас задача выяснить, вы контролируете ход работ, вы уверены, что работа будет выполнена? В принципе, я уверен, что основную техническую часть подрядчик сделает. Хорошо. Благодарю вас, спасибо. Мы очень рады, что вы у нас сегодня. Я не стал сразу представлять вас. Ну, честно говоря, у меня была мысль, что мы никогда с вами не познакомимся. Ну, вот раз вы к нам приехали, у нас очень много вопросов, в котором участвует Росприроднадзор. Юлия Александровна Хлынина – это руководитель Росприроднадзора по Самарской и Ульяновской области. На ней тоже есть что сказать? Юлия Александровна. Да, вот здесь я бы хотела уточнить по поводу Росприроднадзора, показатель исполнения, где имеется посадка деревьев или всё-таки сокращение сбросов? Спасибо, пожалуйста. — Юлия Александровна, а МКС подпишет, если они не посеют? — Если исходить из чистой страны, также были внесены изменения, поскольку все показатели были установлены 31 декабря года, то принимался как выполненный показатель технический этап, то есть не биологический, а экологический уходил на литр, ну и соответственно на активизацию работ в части посев. — А вы в курсе об этом? — Да. — А почему же мы говорить будем в декабре сидеть? — Нет, я знаю, что у нас основная задача — это купировать источник загрязнения в реку Волгу, то есть до 15-го числа... — Вам надо положить, что нацпроект исполнен. Это важнее всего. Вы же прекрасно понимаете, что это нацпроект, это не шутки. — То есть мы можем, Юлия Александровна, вот я вас перебил... — Нет, а как это документально, правда? Они же будут предлагать нам закрыть именно контракт, деньги федеральные, контракт закрыть с посевом. — А мы не сможем закрыть, потому что фактически посева-то не будет. Как тут быть? Тут или письмо, или как? У нас федералы потом... — Да, конечно, поможет. — Ну вот, видите, как хорошо. Как приятно, что мы сегодня встретимся и понимаем друг друга. — Юлия Александровна, а принимать вы будете? — Нет, мы принимать работу не будем. Мы будем только проводить проверку в рамках ЭКОЗОС. — Кроме того, это учение как раз на ноябре, при окончании работы у нас с областями ЭКОЗОС. — Обращательное. Это именно соблюдение требований. — То есть, можно сказать, на экологический экспертиз, мы обязательно требуемости охраны. — Измечательно. — Поэтому, в рамках проверки, оцепно, мы будем делать. — То есть, мы, наша палата, ходатайство просит вас, чтобы вы не допустили вот этой вот глупости, чтобы зимой по снегу сели траву. Очень просим вас. Если что, мы поможем. Письма напишем. Вот у нас председатель палаты. — Письма пишет. — Письма пишет. Напишем письма. Всем напишем. Ну, чтобы глупости не делали. — Ну, зачем деньги-то государственные расплазали? Я понимаю, что у них гарантийные обязательства. Чтобы пересевать, они будут за свой счет. У нас смысл какой-то. Поэтому, я думаю, мы эту тему еще обсудим. — Это не уникальная проблема в стране? — Не уникальная. — Вопрос пути решения — это вопрос уже нет. — Отлично. Все. Поняли? — Да. — Все. Северсаны на контакт. — Так, кто-нибудь еще хочет высказаться по этой теме? — У меня есть один вопрос. — Да, ну-ка, давай. — Мы очистим, да, получается? — Не мы, а не очистим. — Ну да, мы все вместе. — А к благоустройству вот этого парка, когда мы займемся? — Ну, это уже не вопрос к ним. — Нет, нет, вопрос не к ним. Зачем? — Вот вы знаете, что вот сегодня я встречаюсь с замом мэра, со Зверевым, да? Я узнал левым путем, но сегодня я хочу уточнить. У нас, оказывается, управление по экологии города объединяется с управлением по благоустройству. Вот. Вот я хочу на этот вопрос с ним поговорить и понять, а зачем они это делают, какие выгоды будут от этого. И вот как раз потом мы пригласим их после окончания работы, сразу по весне пригласим в город и спросим. Там же у нас венская рощь из двух частей стоит из федеральной, из региональной и муниципальной. И вот что там будет, это же пусть... Это не к ним вопрос. — Нет, не к ним. — А этот вопрос, пожалуйста, задавайте, инициируйте, будем его рассматривать. Ну что, по Веновской роще достаточно? Коллеги, коллеги, хватит, да? Ну и второй у нас вопрос. Это что у нас уже? Время подходит. Второй у нас вопрос, но он, наверное, был длительный, потому что вокруг него меньше разговоров, толков и перепитий. Это Красноярский, значит, в Красном Яре, в районе села Красный Яр много-много лет складировались. И то, что там пишут везде бытовые отходы, я с этим немножко не соглашусь, потому что эти отходы вывозились, они в свое время еще при строительстве авиастары. Но курган с отходами, будем говорить так. Вот я Михаилу Альбертовичу представлю слово, он у нас отвечает за рекультивацию этого кургана, вот он нам сейчас расскажет. Добрый день, коллеги. Давайте я Михаил Альбертовичу проходить проект по Красному Яру. Дену рекультивацию с 9 июня этого года. На сегодня мы закончили технологический этап по формированию телополигона по ликвидации топливного яра. Приступили к закрытию плюзона керамистерного крана. Также на сегодня уже пробурено 18 и 19 скважин. Установлено 16 трубегазаций. Ориентировочно сегодня уже закончится последнее бурение. и завтра будет с новым последним трубам. На сегодня завезем материал по бентамиду целиком 100%, матрасы Рено 100%, габионы 85%, щебень для габионов 55%, щебень для макраски 45%, сублинки на сегодня завезены на 98%, по динамике все очень положительно. На следующей неделе приезжает бригада из Москвы, из Санкт-Петербурга для укладки пентониковых матов. К этому моменту мы подготовили замки для пентониковых матов, которые предоставляют проникание газа в атмосферу нецелевым способом. По окончанию сроков работ укладываем в сегменты пентониковых матов. У нас также предусмотрен за всех трафтов. Он идет не семенами, не разбросанных семян, а матрасами употреблений в Санкт-Петербурге. То есть это специальные матрасы для противоразины, в которых уже включены семена. На сегодняшний момент, исходя из опыта неких других полигонов, в принципе, допустима их укладка в зимнее время. То есть они, в принципе, оккупируются на зимний период, как они относительно зачистены укладами. По каким-то проблемам, ну, единственное, что у нас до сих пор непонятно с ТУ на подключение. Погоди, 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 Миш, когда делали проект, все ТУ должны были отработаны быть? Погоди продолжить. Значит, изначально проектом должно быть подключаться от Агастара, но на момент выходной работы они это уже аннулировали. То есть, поэтому на сегодняшний момент мы находимся в какой-то пространстве и до сих пор мы можем получить ответ. То есть нарушаем условия проекта? Да. Точку, точку, подключение, менять. Вам что, по новой экспертизу показать надо? Да, на сегодняшний момент пока никто не может дать ответ. Потому что новую какую-то точку должен согласовывать собственных земли. То есть это... Собственных земли чьей? Вашей, на которой вы работаете? Да. Ну, как полящее, к сожалению, не нужно подойти. А земля у нас чья? Я так понимаю, что тут вопрос либо обмену имущества, либо лесхоза. Корсунский лесхоз. Лесхоз. Корсунский лесхоз, да, ближний свет. А мы никак не можем... Ну, не мы конкретно. Опять же, я включаю здравый смысл инициировать вот этот вопрос с определением точки подключения. Вообще, вот вы куда писали письма? Мы общаемся с заказчиком, как с заказчиком. Соответственно, так же писали, если вам это не имущество. То есть, ну, пока мы сегодня не можем. Вам электроэнергия нужна для освещения только или еще для каких-то тех процессов? На сегодняшний момент мы обходимся генераторами. Ну, понятно. Так же завтра у нас приезжают еще три дополнительных генератора, в связи с тем, что наследственники приезжают на дополнительные люди. Вот ведутся дополнительные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Была бы точка подключения, а дополнительных бы выбросов не было. Да, Рим Шамин? Да. На тем не менее, у нас сами работают даться не год, а полгода. Поэтому большую часть выбросов у нас все-таки отсутствует. Ну, что? Знаешь, роман появится. Так, ну и что вы делали? Вот сейчас строится рачек с пенсием. Какие шаги они предпринимают, чтобы вас подключить? А вот этого от полигона «Контракт Плюс» никак не получается. А, на самом деле, «Контракт Плюс» находится в общем другой территории? Ой, «Контракт Плюс». Это я… Да, да, да. Да, экстандарт это. У меня все региональные операторы уже в голове живут. Там как раз идет граница между территориями? Я знаю, да. Другими. Раньше были все на территории Чердаклинского района. Вот. Потом у кого-то кривой пальц, как у Петра I, положили и нарисовали изменение границ города. Карсовский район. Ну да, и Карсовский район попали. Так, ну, все-таки вы успеете выполнить работу? Больше гореть ничего не будет? Гореть точно нет. Я вот этим вопросом уже после того, как я со службы ушел, я им начал заниматься, наверное, лет 7-8 назад. Мы выезжали туда из палаты, мы выезжали туда с ОНФом, когда я там еще подвязался. Вот. Выезжали со специалистами. Вот. И ситуация там была действительно МЧСовская. Вот. Мы пытались пригласить, и мне предлагали услуги. Ну, я не кто был, я общественник, и мне услуги как предложили? Через меня только. Значит, институт МЧС Московского, вот, это у меня товарищ есть один великий пожарный. Вот. Чтобы провести полное обследование кургана, выявить места, это было лет 7 назад, да, выявить места скопления, пустотки скопления свалочного газа, чтобы сделать отвод и тем самым и удешевить работу сейчас, и сделать ее более безопасной для тех, кто там работает. У нас Красный Яр – это практически курортная зона, да, вот, там живут почти дачный поселок, там живет очень много, можно сказать, влиятельных людей наших. И пожары на Кургане имели большой резонанс, вот, конечно, поменьше, чем в Венске, короче, слава Богу, вот, но тоже имели большой резонанс, доходило дело до Москвы, наши московские товарищи, сенаторы обещали помочь с деньгами, но все равно пришлось выходить на вот этот вот, на нацпроект, на эти все договоренности, и все. То есть, вы гарантируете, что все работы закончите, и мы приедем перерезать Ленточку. К чему Ленточку, еще непонятно, но Ленточку приедем перерезать. Вот так, вопросы? У меня есть. А вы запрет получили? Да, правильно. Да. Закон подписан. Предали на... План ликвидации... План ликвидации? Про производство работы. План производства работы, ничего. Кстати, вопрос был в начале августа. икс. Который выголосовывал? Сголосовывали, кто в начале августа. Да. В начале августа. Нет, вам стопаю про проект ликвидации или про проект. Про проект? Про проект buoy. Про проект. Про проект Yuza Sofi? Про проект второй познания. Про проект упражнения. Сософерых поздравлено, про проект к где-то? Про проект пути первенства, но это правильно совершенно. Правильно, ну хорошо. Значит, именно по 142-м в первичный год полученный отказ с помещениями и, соответственно, сейчас устранили и направили в подвесную группу. То есть, не получили. Я точно не понимаю, что до сих пор уже поняли совершение работ проекта. Вот, Юлия Александровна, объясните мне, дураку старому, вот скажите, проект прошел экологическую экспертизу, прошел общестроительную экспертизу, прошел все согласования. Почему нужно, это вот у нас вопрос еще по Виновке был, почему нужно было еще какие-то планы ликвидации, планы ППР, а не зачем, если там все описано? Потому что законы все описаны. А, то есть, опять здравый смысл, да? Ну, 142-й проект именно ликвидации объектов накопленного бреда, поэтому здесь немножко дополнительная, скажем так, оценка идет все объемы. Ну, а что такого должно быть в этих проектах, что оно дополняет основной проект, в планках? Я не могу вам сейчас так сразу сказать, что оно дополняет. Я не видела последнюю разработку. Это, конечно, подрядчикам. Тем не менее, мы уже полгода пишем предостережения и в адресе, и в природе, и в адрес обл. стройзаказчика, и в ваш адрес, о том, что необходимо было пройти. В общем-то, у него работа происходит. Обл. стройзаказчик, что на эту тему скажет? Это серьезный вопрос. Ну, Росприроднадзор сейчас замечание, по последним замечаниям исправили, отправили туда, сейчас опять решается все это. Ну, надо ехать, наверное, стучаться в двери, просить. Вы же работа заканчиваете через месяц. А у вас еще план ликвидации и план производства работы, согласовывая. Наверное, устроить заказчик вперед, рюкзак на плечи и поехал. Вот, я, конечно, не могу, я же не за СО, которое мне рекомендует, как нам работать. Вот, я не могу вам рекомендовать работать, но я думаю, если вы не будете в дверь стучаться, вы просто-напросто, в конце нейта, на конечном этапе может быть просто скандал. Что вы работу выполнили, КС-ки представили, да, акты представили, а у вас еще план согласования. Вот, это засада будет. Я ваш друг, я всю жизнь кричу, что вот эти два объекта должны быть приведены в порядок. Я ваш друг, я готов вам помогать всем, чем можно, но это надо делать. Вы как-то прикиньте, наверное, есть какие-то возможности Илью Олеговича подключить. Здесь, наверное, председатель правительства тоже заинтересован в этом. Так что, Время Шамильевна, вы по этому объекту что-нибудь можете сказать? Нет. Только по загрязнению атмосферы в процессе этого горения свалшин газов, да? Которые по розе ветров у нас идут на, как я помню, что он сказал, дачный поселок. Там у нас ведь мониторинга нет, там у нас АПНЗ нет, ничего, да? Нет, нет, нет. И там никто не берет, ни гидромет, ни вы, никто не берет. Мы точно не берем. Ну, сейчас уже, наверное, не надо будет. Я очень верю, что... Ну, и как бы мне хотелось бы, чтобы больше там ничего не горело. Миша, а ты вот скажи, а там какой-то пассивной горения будет? То есть, не будет, да? А куда газ будет? Газ идет в атмосферу, то есть, как предоставили на пассивной дегазации, то есть, ничего нам вообще, в принципе, не нужна. То есть, по сути, техническое мы создаем купол, который закрывает от вывроса газа, то есть, грубо говоря. Если мы просто закроем на землю, полностью засыпем, забудем про него какое-то ограничение, какое-то время он разрушится. Я понимаю, что вы создаете купол для того, чтобы туда не проникала вода, и не было процесса гниения, выделения. И так далее. И так далее. Но при этом, при всем, нам обязательно нужно делать пассивную дегазацию, для того, чтобы газ сам себе не разорвал купол. Миша, а вот я не помню, проект я когда-то читал, и коллеги читали. А какой объем там примерно по расчету, по разделу инженерного направления, по охране окружающей среды, там же высчитывали они объем газа, который выделяется и поступает в атмосферу? Ну, порядка четырех кубов. Четырех кубов чего? С какой длиной? Четыре кубов. В сутки? Он идет в сутки на одну скважину. На одну скважину, да? А скважина у нас будет 17? 19. 19. Ну, то есть, приличное количество использовать, вы его, естественно, не планируете. Его возможно использовать, потому что это достаточно малое количество. Если бы у нас предусматривалась активная дегазация, то есть, совершенно была другая установка, совершенно другие деньги, совершенно другие сроки. То есть, и сварка была значительно изначально больше, то есть, и ДКО, и непосредственно именно Органики было там значительно больше. То есть, так, там Органики сейчас значительно меньше, чем изначально предполагалось. Ну, а горело вот из года в год, вот то, что назвали ЧАЭСом, что горело-то? Газ все-таки? Нет, не только. Тут же это, скажи так, что он загорелся, это должно предойти несколько фактов. Первый факт, соответственно, должно сгонить. Стекляшка должна, луч света должен в стекляшку попасть. Стекляшка, это одна из возможностей, да, то есть, на большем счете, то есть, как только разрушается уголовокопол, пусть если он не будет рассматривать деградацию, то в такой момент, когда открывается доступ кислороду, они как раз начинаются уже активно гореть. Сначала твение, из-за того, что внутри полигонной температуры выше, чем снаружи, так, она все-таки неет. Соответственно, она выходит за пасферу, прокатается с кислородом, начинается потихонечку к клее. То есть, как правило, замещает это достаточно поздно, когда уже внутри огромный очаг есть, а снаружи только маленькая. Слушай, а вы не исследовали анаэробные бактерии, там ничего нам не наделают, никакие. Анаэробные и анаэробные бактерии в любом случае присутствуют везде и будут присутствовать. Ну, понятно, но не испортят, глядя, картинку. Нет, не испортят. Не испортят, ну, все ясно. Так, стройзаказчик, будет выполнена работа в срок? Думаю, да. Вы думаете ли, вы уверены? Уверен, что будет. По-моему, у вас в неделю по несколько раз этот вопрос задает вам правительство, да? Да. По-моему, вы на очень большом, таком жестком контроле с этой темой, да? И с этой, и с Виновкой, и Красный Яр тут. Я думаю, что после этого вы сможете чего угодно делать. Любые свалки рекомендуют. Так, ну что, вопросы есть, коллеги? У нас как раз время осталось 7 минут, чтобы все по слову сказали. Ирина Александровна, есть что сказать? Нет, у меня нет вопросов. Слышали все, особенно по претензиям. Ну, это да. Мы можем... Чтобы потом, по факту, и оказаться с претензиями. Ну, к вам, что скажешь? Ну, я хочу пожелать только исполнителям вовремя вложиться в сроки и сделать все качественное. И нам очень хотелось бы, что более тяжелый, мне кажется, технологический вопрос по ликвидации нефтезагрязнения на нижней террасе, вот этот вот развалин, развалин битумы хранилища, мазуты хранилища. Там огромное количество мазута, мы там лазили, неоднократно смотрели, что там найдут люди, которые будут это все вытаскивать. Ну, тоже еще вызывает вопрос. И очень бы хотелось, чтобы, ну, используя опыт вот этих двух серьезных проектов на том проекте, это я к вам говорю, как министерство, как стройзаказчику. Чтобы все вот эти вот моменты были учтены, и чтобы у нас там все было гладко, красиво и замечательно. Если он не будет политизирован, все будет градко и замечательно. Ну, знаете, политизация тоже от нас во многом зависит. Для того, чтобы вопрос не был политизирован, просто надо людям объяснять. Ведь у нас шум вызывает один-два человека, а потом уже подхватывает их толпа, да? Вот если настоящим лидерам объяснить, в чем дело и как, чего, вот не хочу отвлекаться, но у нас есть еще три минуты, могу отвлечься. Вот по вопросу крематория. В этот вопрос крематория шел уже, вот Рим Шамиль уже улыбается, глядя на меня. Он шел уже лет 10, обсуждали еще при Сергее Ивановиче Морозове, да, нужен, да, хоронить негде, да, у нас проблема крематория. Все, выбрали место, разработали все документы. Вдруг мне звонок, мы устроим около вашего дома митинг-протест. Я говорю, да ради бога, приходите, я уеду, я говорю, протестуйте. Встретился с человеком, который был, ну, инициатор, показал ему все документы, и решение об установлении Санзона, и проект, и все, он все так внимательно просмотрел. Все, все, вопрос, он теперь мне звонит, консультируется уже по другим вопросам, вот, почему они попали в Санзон-Клавбище. Вот, я говорю, это уже другая тема, вот, поэтому человеку, ну, людям надо просто объяснить, вот, когда будет, это самое, где-то там можно это вырезать, вот, не надо его, ну, вот. Людям просто надо объяснять, что да, это нужно, но, что касается вот этого мазут-хранилища, это открытые, огромные емкости. Вы там не были, Юрий Александрович, вас туда не возили, ну, и не ездите, не дай бог, увидите, потом ночью приснятся. Это огромные емкости, огромные подземные емкости, полуразрушенные, в которых неизвестно количество точной вот этого мазута, который находится ниже уровня Волги, находится ниже уровня Волги, перед Дамбой, прямо непосредственно перед Дамбой, да? Ну, не далеко? Ну, не очень далеко, вот, поэтому там надо очень серьезно к этому отнести. Так, есть еще что сказать, коллеги? Юрсан, мне к вам еще потом один вопрос, можно ли? Спасибо. Все, спасибо большое.